Значит, мы прошли с вами в прошлый раз ряд, ну, посмотрели в принципе, зачем такие сложные средства могут применены, то есть, что есть, грубо говоря, по некоторым данным, по некоторым исследованиям, к которым, конечно, всегда нужно относиться с критикой, с определенным скепсисом, но тем не менее, что есть огромный сегмент систем, которые недостаточно оптимально функционируют. И в таких системах с помощью, например, даже простой обычной связи, либо подходящей настройки системы можно добиться улучшения производительности, снижения затрат и, в принципе, улучшения качества процесса. Значит, мы обсудили, что прежде чем заниматься оптимизацией, необходимо разобраться в том, почему вы, например, находитесь в той зоне, где, например, процессы выстроены неоптимальным образом. Вот, соответственно, есть, существуют уже готовые решения, позволяющие отслеживать состояние вашего процесса на вашем производстве и вычислять целый набор показателей, с помощью которых можно, в принципе, осознать, где вы примерно находитесь, то есть, в какой части вот этого круга, то есть, у вас, в принципе, все плохо, либо у вас плохо настроено, либо у вас все хорошо. Вот, кроме того, с помощью таких же показателей можно будет отслеживать и эволюцию вашей системы, то есть, в процессе времени функционирования вашей системы, там, через 5-6 лет вы сможете подготовить некоторую тоже автоматическую систему, которая будет постоянно мониторить вашу систему, и там, через несколько лет функционирование ее после наладки просигнализирует о том, что что-то пошло не так, то есть, нужно приехать, перенастроиться. Вот, также мы обсудили, что есть готовые инструменты по автоматической настройке контуров управления, ну, в первую очередь, пид-регуляторов, то есть, контуров, в которых используются пид-регуляторы, то есть, тоже готовые блоки, которые можно при желании даже встроить как часть SCADA-системы, то есть, оператор сам сможет производить настройку и подтверждать, либо отклонять предлагаемые параметры. Вот, мы также отдельно остановились на том, что то, что предлагается в пакете Siemens, ну, конкретный частный пример этого пид-тюнера, да, который в Siemens предлагает, он не позволяет, например, предлагать настройки в процессе функционирования объекта. То есть, вам необходимо останавливать ваш технологический процесс, проводить эксперимент, записывать данные, производить настройку, и дальше там оператору будет возможность либо принять параметры, либо отклонить их. Вот, также обсудили, что не все задачи могут быть решены таким способом, что есть целый ряд улучшений. Говорили о том, что, несмотря на то, что в большинстве своем пид-регулятор остается в центре системы управления, то есть, он решает наиболее важные задачи. Тем не менее, вокруг него начинает выстраиваться целый набор дополнительных компонент, различных пристроек, улучшений, которые позволяют вам продвинуться дальше с точки зрения оптимизации вашего процесса. Вот, и первое, самое простое, что мы рассмотрели, это задачи, связанные с системами с переключением. То есть, когда у вас, например, уже функционируют два пид-регулятора, настроенных на управление одним процессом, но, например, по двум разным переменным. Соответственно, вы можете, грубо говоря, определять некоторый канал функционирования вашего процесса, в котором у вас работает, например, первый контроллер. Это какой-то безопасный, например, канал, где вы пытаетесь оптимизировать, например, расход топлива. Вот, и у вас есть второй контроллер, задача которого удерживать систему в этом канале. Соответственно, он активируется только тогда, когда первый контроллер выводит систему за пределы разрешенного диапазона. Вот, это в более общем случае система, так называемая система с переключением. Это уже первый пример нелинейной системы, где у вас поведение вашей системы управления уже описывается не простым линейным дифференциальным уравнением, как в случае с PID-регулятором, а описывается нелинейной системой, которая, тем не менее, состоит из набора линейных. То есть пространство координат, в данном случае оно двухмерное, там, скажем, X1, X2, оно будет разделяться какой-то кривой в одной части, разделять всю плоскость на две части с помощью этой кривой. В одной половине плоскости у вас будет действовать первый регулятор, во второй половине плоскости другой регулятор. Вот, коэффициенты у них будут совершенно разные, в том числе и прямо противоположные, которые друг другу противоречат. Вот, и за счет вот этого переключения возникает уже некоторая нелинейная функция управления, то есть функция нелинейная, это обычная прямая от перемены, да, здесь она будет уже какой-то такой кривой. Ну, на самом деле она будет в двухмерном пространстве, это кривая, то есть это будет такая, как складывающаяся книжка по некоторому переплету. Вот, в принципе, можно построить и не только два педрегулятора брать, можно брать несколько педрегуляторов и каскадом их так вот соединять через такие блоки, задавая определенную логику того, как они будут переключаться. Вот, то есть это тоже такой некоторый паттерн организации нелинейного процесса. И в целом достаточно популярны, особенно в западной литературе, такие такого рода системы. То есть в данном случае вы можете уже пытаться решить задачу одновременной оптимизации по двум критериям. То есть, например, по безопасности, то есть по удержанию в некотором канале безопасном, и, например, по расходу топлива. Вот, то есть такие системы получили достаточно большое распространение. Значит, что, ну, здесь приводятся примеры, задачи, но мы на них подробно не будем устанавливаться. Значит, следующий тоже нелинейный. Вот то, что мы в прошлый раз уже не успели рассмотреть, это нелинейный следующий вариант использования педрегулятора. Это так называемая регулятора с переменным коэффициентами. То есть, грубо говоря, у вас цена действий в том, что вы можете локально в окрестности какого-то набора значений, вектор состояния вашей системы, вы можете управлять системой с помощью линейного регулятора. Вот, но у вас есть, например, огромный диапазон возможных значений, и в разных точках оптимальные параметры регулятора будут иметь разные значения. Вот, в этом случае можно использовать так называемый прием, очень простой, стоит в том, что вы задаете таблицу коэффициентов и связываете эту таблицу коэффициентов с координатами объекта. То есть, в целом это выглядит примерно следующим образом. У вас обычный контур регулирования с педрегулятором, но при этом у вас есть такой высокоуровневый контур обратной связи, который меняет не входной перемен, то есть не ошибку вычисляет, не на ошибку воздействует, а он воздействует на параметры регулятора. И в данном случае получается уже тоже нелинейная система, то есть у вас параметры регулятора начинают зависеть от значения переменных. Тоже очень популярный подход, потому что позволяет, на самом деле, задать достаточно сложные нелинейные зависимости. То есть, в некотором смысле происходит линеризация системы с помощью обратной связи. То есть, вам хорошо знаком метод классической линеризации по Липунову, когда вы в малом линеризуете систему в окрестности положения равновесия, рассчитываете. По сути, вы считаете некоторую касательную к нелинейной функции, то в данном случае вы получаете уже регулятор, с помощью которого можно, например, физически линеризовать. То есть, вы настраиваете его в каждой конкретной точке с некоторыми линейными коэффициентами, решаете некоторые линейные задачки в разных точках. А потом объединяете эти разные точки с помощью вот этого модуля Gain Scheduler, то есть, или, как это правильно назвать, будем называть его переменный коэффициент усиления. То есть, задавая в разных точках такую таблицу коэффициентов, то есть, в зависимости от управляемой переменной, вы, по сути, получаете нелинейную функцию коэффициентов в зависимости от координаты. И вместе с линейным дифференциальным уравнением, описывающим PID-регулятор, вы получаете нелинейный регулятор, в котором появляются вот такие вот мультипликативные компоненты, такие как, например, значение переменных, помноженное на некоторую величину нелинейным образом, зависящую от самой значения PID. То есть, это такая некоторая же квадратичная зависимость получается, или кубическая, в зависимости от того, как вы эту таблицу коэффициентов зададите. И это, в целом, позволяет решать достаточно много интересных задач. Самое главное, что, опять-таки, преимущество этой схемы в том, что такая схема хорошо понятна оператору. То есть, вы можете объяснить, что вот тот же самый PID-регулятор, только в разных точках он будет действовать по-разному. То есть, когда вы, например, переходите из одного режима в другой, вы можете плавно менять коэффициенты. То есть, что еще дополнительно тут Siemens предлагает, то, что, например, они не ступеньками изменяются, эти коэффициенты по вашим точкам, а происходит интерполяция. То есть, вы задаете несколько точек, например, какую-то точку. Например, вы хотите параболу изобразить, вы можете несколько точек всего задать на параболе. С помощью интерполяции этот блок стандартный Gain Schedule позволит вам выдавать в каждой точке значение в соответствии с интерполяцией. Непонятно, как можно параметризовывать эту интерполяцию, но, наверное, таких деталей не приводится. Поэтому такой подход тоже очень-очень популярен. Здесь вот приводятся примеры, где это можно применять. То есть, в основном все вот эти процессы, адвентированность процесса контроля, они больше всего находят применение в химической промышленности, потому что там достаточно сложные нелинейные процессы, многомерные, мало измерений. Есть большие временные задержки. Поэтому там такие подходы достаточно активно применяются. Ну и, в частности, вот Gain Scheduling или переменная коэффициент усиления пидрегулятора тоже может использоваться. Следующий важный подход, который тоже реализован в этом пакете, и, в принципе, во многих пакетах подобного рода их можно найти, это Predicter Smith. Это уже тоже нелинейная система управления. в которой борются с временной задержкой в канале измерений. То есть, когда у вас, например, вы загрузили что-то в химический реактор, и прежде чем вы сможете там померить, сколько реально там, какой отклик у системы на вот эту загрузку, проходит определенное количество времени. То есть, пока там химическая реакция пройдет и там поднимется какой-нибудь там уровень, не знаю, там давления, например, или влажность там увеличится, или уровень pH там увеличится, вот проходит определенное время. И вот есть такая эмпирическая характеристика, что если у вас такое вот время временной задержки в канале измерений, там порядка четверти от постоянной времени, то у вас могут возникнуть проблемы при настройке пид-регулятора. С чем они связаны? С тем, что, например, у вас есть интегральная компонента в пид-регуляторе, которая накапливает значение ошибки. И если вы берете обычную там систему управления, да, в которой есть временная задержка, то эта ошибка будет накапливаться, ошибочно накапливаться в процессе, пока у вас идет вот распространение сигнала здесь. То есть, процесс уже учел вашу переменную, да, но она, у вас интегральная компонента продолжает накапливаться, потому что регулятор об этом пока еще не знает. У вас здесь есть некоторая временная задержка, которая там на четверть постоянной времени затормаживает передачу информации. Вот, поэтому у вас регулятор просто не в курсе, что процесс уже давно, например, вышел на заданный режим. Он все равно продолжает давить, как будто ничего не произошло. Из-за этого появляется сильное перерегулирование, появляется колебательность процесса. То есть, приходится, например, с этим бороться. Самый простой способ – это уменьшение коэффициента интегральной компоненты. Вот, но это в первую очередь приводит к тому, что у вас появляется очень длительное время установления. То есть, у вас, грубо говоря, процесс начинает очень такой вялый, медленный становиться. Вот, что чаще бывает неприемлемо. То есть, вы, по сути, удерживаете систему в том состоянии, в котором вы не получаете, например, полезную работу от этой системы. То есть, опять же, это резко растут затраты. То есть, эффективность процесса вашего падает технологического. Вот, для того, чтобы бороться с такими системами, вот придумали предиктор Смита. У него достаточно простая идея стоит в том, что вы начинаете управлять не по тому, что вы измеряете, а по некоторому прогнозу. То есть, у вас закладывается сюда модель прогноза поведения вашей системы. И управление, первый контур строится по этому прогнозу. То есть, он в таком некотором виртуальном мире живет и не обращает внимания на окружающий мир. То есть, там объект своим ходом живет, да, внутри регулятора у вас сидит своя модель процесса, которая предполагается, что она идентична модели процесса. И в этом смысле вы нивелируете эффект вот этой вот временной задержки. Но, к сожалению, есть всегда ложка дегтя. Значит, самое главное, у вас должна быть модель процесса. Если такой модели нет, то, соответственно, вы не сможете сделать прогноз поведения вашей системы. Ну, как мы уже обсуждали в алгоритме автонастройки, модель, как правило, самую простую можно придумать. То есть, хотя бы взять там звено первого порядка и попытаться, например, путем идентификации при отключенном регуляторе, просто при подаче какой-то ступеньки, понять, что она из себя представляет, эта модель. То есть, так или иначе, модель в каком-то виде можно построить. Другой вопрос, что эта модель может отличаться от реального процесса. И в этом случае у вас будет расхождение. То есть, у вас модель будет показывать одно, а в реальном процессе будет происходить совсем другое. Для того, чтобы этого избежать, вводится дополнительный контур, который, по сути, имитирует тоже временную задержку на вашем виртуальном объекте. И на выходе сравнивает выход этого виртуального объекта с выходом реального объекта. И если появляется какое-то рассогласование между ними, он эту ошибку с рассогласованием использует на входе для того, чтобы немного скорректировать управляющее воздействие. То есть, таким образом, за счет такой двойной обратной связи, не только можно компенсировать временную задержку, но и компенсировать также некоторую неопределенность. То есть, в некотором роде такая, получается, простейшая адаптивная система, где некоторые различия между вашей моделью объекта, виртуальным объектом и реальным объектом, а также отличия во времени временной задержки, которая тоже может быть определена не совсем четко, не совсем точно, они компенсируются за счет дополнительной обратной связи. Вот. То есть, в целом, конечно, остается за кадром то, как, например, настраивать этот PID-регулятор вместе с предиктором Смита. Но, в целом, если чуть-чуть наловчиться, понять такую основную логику, да, что у вас есть основная модель, которая, по сути, заменяет ваш датчик. То есть, такой становится некоторый виртуальный датчик, который выдает вам значение, как управлять объектом. То есть, вы, на самом деле, с некоторым упреждением просто работаете. Зная, как устроен объект, имея возможность вычислить текущие значения измерений, которые вы узнаете только потом, то есть, спрогнозировать их, вы можете, соответственно, на основе этого построить систему управления, которая будет регулировать, потому что тот же самый вход вы будете подавать и на реальный объект. Вот. А для того, чтобы скорректировать все возможные расхождения в модели, вы вводите дополнительную обратную связь. Вот. Здесь, конечно, нужно обладать некоторым опытом, определенной смелостью, чтобы такие системы использовать, потому что, например, если модель оказывается нелинейной, то, как бы, здесь... Ну, на самом деле, если тут, на самом деле, тут, как бы, просто вопрос... То есть, у вас какое-то появится там дребезжание, например, да, если у вас модели расходятся, или вы переменную, вот эту переменную величину, да, которую время задержки временной определяет, не совсем правильно определите, у вас появится некоторая, там, инерционность, некоторая колебательность, вот. Но в целом, как бы, у вас доминирующим будет... То есть, главное, чтобы вы некоторую основную компонент ухватили с помощью вот этой виртуальной модели и с помощью этого виртуального элемента запаздывания, вот. А все остальные вещи могут бы трактоваться просто как некоторое возмущение, которое, тем не менее, будет компенсироваться с помощью обратной связи. То есть, самое главное, что эта ошибка не будет накапливаться, она будет постепенно корректироваться. Вот. Это основной компонент, который нужно понимать, основная идея, которую нужно понимать в этой вот... в системе, связанной с предъектором Смита. Значит, в Siemens они вот используют... Ну, тут приводится пример, как это работает, да, то есть, объясняется, что вот выход системы определяется в резиновом запаздывания, плюс некоторые передачные функции. И, ну, здесь, правда, не сказано, какая модель, но, скорее всего, модель вот будет вот такого рода, то есть, использоваться стандартная некоторая модель, то есть, они часто ее используют. То есть, это звено первого порядка плюс элемент запаздывания. Значит, ну, вот предъектор Смита, в принципе, про него все. Тут все достаточно просто, понятно. Значит, следующая интересная схема, которую они предлагают, это Fit Forward управление или управление по прямой связи. То есть, компенсация возмущений за счет того, что вы заранее можете измерить их и, соответственно, зная модель объекта, оценить, как это возмущение повлияет на ваш процесс и сработать на упреждение. То есть, выдать некоторую компенсацию того возмущающего воздействия, которое пришло на входе. Ну, самый популярный, самый известный пример – это активные наушники, которые часто там в авиации используются. Часто их начали применять и в бытовой технике. Это когда вы, например, в какой-то шумной среде работаете, и вам необходимо компенсировать то звуковое воздействие, которое привносится вот этой средой. Поэтому используются называемые активные наушники, которые, по сути, вы одеваете, и они вам вместо музыки выдают какой-то шум, который является противофазой того шума, который происходит в окружающей среде. То есть, вы как бы находитесь, например, в шумном цехе или сидите в вертолете, одеваете наушники, и появляется полная тишина. То есть, за счет компенсации, срабатывания на упреждение, то есть, там есть датчик, который измеряет звук окружающей среды возле каждого наушника. За счет вот такого прямой связи вы компенсируете поведение. Ну, в наушниках там все просто, там нет никаких передачных функций, там просто вот что пришло, то и выдать в наушник. В системах управления все несколько сложнее. То есть, у вас есть динамический процесс, и каждое возмущение, оно проходит через этот процесс и выдает некоторую дополнительную прибавочку к управляемой переменной, помимо того, что вам выдает PID-регулятор. Вот, поэтому здесь немного более сложная схема. То есть, тут определяется передачная функция воздействия, которая определяет то, как объект реагирует на возмущающий воздействие. То есть, некоторая передачная функция, которая показывает переход, вот, как бы, проход возмущения через объект. Вот, и также определяется сама модель процесса, в данном случае она SGS, которая определяет проход, как на управляемую переменную реагирует объект. Вот, из этих двух компонент складывается два дополнительных блока, помимо PID-регулятора. Это блок компенсации возмущения, который складывается вместе с результатом PID-регулятора. То есть, грубо говоря, у вас есть обратная связь, которая корректирует поведение объекта, и есть прямая связь, которая пытается сыграть на упреждение. То есть, общее управление, оно формируется, как сумма этих двух компонентов. Вот, и в данном случае, ну и дополнительно, здесь еще вот приводится такой виртуальный компонент, который показывает, что исходное, то есть, ваше измерение, они на самом деле состоят из двух компонентов. Первое – это влияние возмущения на объект, второе – это влияние управляющего воздействия на объект. Вот, то есть, в целом, ваша задача подобрать вот этот вот коэффициент, не коэффициент, а передачную функцию, которая будет рассчитывать компенсирующее воздействие. Вот, и здесь приводятся просто такие простые уравнения, что, как она подбирается, то есть, составляется уравнение, как я уже сказал, состоящее из двух компонентов. То есть, есть реакция возмущающего воздействия на объект, и есть реакция компенсирующего воздействия на объект, то есть, вот это как раз прямая связь, которые в сумме должны давать ноль. Вот, исходя из этого, можно рассчитать то, какой должна быть компенсирующая передачная функция. То есть, зная передачную функцию объекта JS, зная передачную функцию того, как возмущающее воздействие влияет на объект, вот, можно посчитать компенсирующую, то есть, уравнение компенсатора. Вот, но, исходя из этого, соответственно, здесь предлагается использовать две модели, то есть, стандартные модели используются, передачное звено первого порядка плюс временное запаздывание. И, соответственно, можно использовать стандартные средства идентификации для того, чтобы определить, например, время запаздывания, определить коэффициенты передачи, коэффициенты, вот это время инерционности, постоянного времени. Вот, и, соответственно, исходя из этого, тут тоже уже готовая формула, исходя из этих коэффициентов есть готовая формула того, как, собственно, компенсатор будет формулироваться. Вот, опять-таки, здесь не все так просто. Здесь, как видите, есть, например, упреждающее звено, то есть, которое физически сложно реализуемое. Вот, поэтому, на самом деле, тут тоже есть ряд подводных камней. Например, надо отслеживать устойчивость этого фильтра. То есть, у него нет обратной связи. Это система с прямой обратной связи. Это прямое обратное связи. То есть, тут нет никакого регулятора, который бы стабилизировал этот объект. То есть, этот фильтр всегда нужно анализировать на устойчивость. В противном случае, можете просто получить неустойчивую систему. Конкретно вот этого компенсатора. То есть, он будет как бы что-то компенсировать, но там будут до бесконечности расти какие-то внутренние состояния. Потому что, когда вот эта штука реализуется в контроллере, это, как правило, какие-то разные основные уравнения с двумя здесь будут внутренними состояниями. Система второго порядка. Вот, поэтому, в целом, можно получить так, что здесь будет просто неустойчивая система. То есть, всегда нужно держать в голове и анализировать, когда вы получите конкретные коэффициенты для этого компенсатора. Посмотреть, а является ли система устойчивой. Просто посчитать. Это достаточно просто. Вот. Значит, что еще тут интересного? Ну, как бы, они говорят о том, что вот эти расчеты вы делаете сами. То есть, они только предоставляют возможность задать некоторую передачную функцию, а ее коэффициенты вам придется самим определять. Вот. Ну, они тут даже вот рисуют, как это выглядит в этом пакете PCS7. То есть, вот у них есть эти стандартные блоки. Disturbance Compensation, где вы задаете параметры функции. Значит, есть блок, который рассчитывает эффект от возмущения на объект. Значит, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать, чтобы PID-регулятор правильно рассчитывает, то есть, отдельно от системы компенсации. Так как у вас здесь два контура, по сути. Первая, прямая связь по возмущению и обратная связь с PID-регулированием. Значит, прямая связь, она пытается компенсировать, а PID-регулятор стабилизирует систему. Потому что есть некоторые расхождения, опять-таки, в модели между реальным процессом и тем, что вы заложили сюда и сюда. Вот. Поэтому всегда необходимо еще добавлять обратную связь, которая бы стабилизировала объект в случае, если появляются какие-то расхождения. Ну, например, у вас может накапливаться статическая ошибка на мере того, как вы будете управлять компенсатором. Вот. Поэтому здесь добавляют еще дополнительный контур пид-регулирования. И чтобы этот контур нормально настроить, вот вводится... Чтобы его нормально настроить, нужно, во-первых, отключать компенсатор, да, то есть пытаться настраивать отдельно, отдельно решая задачу стабилизации обратной связи, отдельно решая задачу стабилизации, компенсации по прямой связи. Вот. И для этого как раз вводится вот такой компонент, то есть вы как бы отключаете вот эти два блока, да, и настраиваете пид-регулятор, как будто ничего нет. Вот. А потом вы вносите, во-первых, систему компенсации, которая делает прибавку к управляющему воздействию, и дополнительно вносите компенсацию в измерение для того, чтобы настройки пид-регулятора, которые были изолированы, получены, могли бы быть применены вот в такой комбинированной системе. То есть тут такая вот сложная схема, она необходима для того, чтобы просто вот эти два контура развязать, чтобы их по отдельности настроить, и по отдельности быть уверенными, что они работают корректно. Вот. Для этого вводится еще дополнительный блок, который, соответственно, как бы вычитает из измерения, из измеряемого сигнала вычитает тот эффект, который вносится вот этим компенсирующим звеном. Вот. В этом его основной смысл. Вот. Ну и в целом тут видно, что все достаточно просто понятно. То есть есть схема управления, есть некоторая графика, которая показывает, как происходит управление. Ну, тут трудно какие-то детали по этому графику рассказывать. Ну, то есть тут есть, к сожалению, тут нигде не написано, какие переменные за что отвечают. То есть где-то есть возмущение, есть, ну, скорее всего, вот это управляющее воздействие. Или, наверное, вот это вот управляющее воздействие. Короче говоря, тут пока сложно понять, но, тем не менее, вот примерно так этот пакет выглядит. Примерно так выглядят вот эти вот блоки. То есть тут сразу отмечается и управляемая величина, и то значение, которое нужно достигнуть, и процент ошибки. Все достаточно прозрачно. Значит, двигаемся дальше. Следующий интересный блок. Это блок уже более сложный. Model Predictive Control. То есть управление, основывающееся на некотором прогнозе того, как будет вести себя система. Значит, этот блок, он позиционируется как некоторая комбинация всех идей, которые до этого были, ну, с некоторыми дополнительными улучшениями. Значит, в чем его основное отличие от всего, что мы до сих пор рассматривали? До сих пор мы рассматривали все-таки системы, где одна или две переменных, причем эти переменные в вашей системе, то есть управляемые переменные, они, как правило, не связаны. То есть вы можете разделить контуры по отдельности, например, как в случае с переключением. Можно было выделить отдельно контур, скажем, стабилизации, который в каком-то канале держит систему, и контур, там, оптимизаций, например, по топливу, который внутри канала функционирует. Вот. Есть система, где этого нельзя, например, сделать, и нужно одновременно решать сразу две задачи. Оптимизации и удержания, там, обеспечения некоторой безопасности, и при этом, там, решение задачи стабилизации, и одновременно решение, там, задачи минимизации расхода. Вот. То есть в таких системах, это уже системы, тут они называются MIMO-системы, то есть это Multi-Input, Multi-Output, то есть много входов, много выходов. Вот. Для таких систем уже, конечно, ПИД-регулятор, к сожалению, не справляется. То есть ПИД-регулятор, это все-таки его область действия, это системы с одной переменной, там они хорошо работают. Вот. Когда появляется две переменных или больше переменных, которые между собой связаны, то настройка ПИД-регулятора, это уже отдельный, предмет отдельной, там, диссертации. То есть на практике, грубо говоря, выполняя какой-то проект, у вас, скорее всего, не будет времени сидеть, заниматься расчетами и анализом того, как эта система ведет, потому что и модели у вас не будет, и ничего не будет. Вот. Поэтому есть вот другое направление, но достаточно популярно тоже сейчас. Это направление, связанное с Model Predictive Control. То есть вы закладываете, так же, например, как и вот в системах с компенсацией, с предикторей Смита, вы начинаете закладывать уже модель объекта в вашу систему. То есть не просто коэффициенты посчитать, а заложить некоторую модель. Ну, в данном случае в виде передачной функции. Вот. И здесь задаются передачные функции по всем комбинациям, возможно. То есть у вас есть возмущающие воздействия, у вас есть набор переменных, которые воздействуют на объект, которыми вы можете управлять, значениями, которые вы можете задавать. Вот. И есть переменные, которые... к цели, у которых является управление вот этими переменными. Вот. И по каждому, по каждой комбинации, то есть возмущение на управляемую переменную, вот оно, да, возмущение на управление. Вы и по каждому управлению тоже воздействие на каждую переменную. Вот. По каждому из этих каналов, по каждому из этих каналов задается своя передачная функция. Первый порядок. Не первый порядок, в смысле передачная функция с одним входом и одним выходом. Вот. И общее поведение системы описывается как комбинация вот таких вот функций. За счет того, что система описывается в виде линейных дифференциальных уравнений или передачных функций линейных, то, соответственно, такая комбинация может, она вполне справедлива, поэтому позволяет раскладывать систему многих порядков, в данном случае пример из двух систем, системы второго порядка, два входа, два выхода, но в целом может быть и больше, в зависимости от возможности самого пакета. Вот, и по каждому, то есть, соответственно, с ростом координат, например, если будет три координат, то это уже будет не шесть передачных функций, а девять передачных функций, вот и так далее, то есть там у вас будет два возмущения, соответственно, все опять-таки в два раза увеличивается, ну, тут опять будет уже восемь будет передачных функций, то есть так или иначе, чем больше у вас размерность системы, тем больше будет таких передачных функций, вот, но в целом, как бы каждый канал описывается отдельной передачной функцией, и он отдельным образом может быть проидентифицирован, вот, и, соответственно, Siemens предлагает такой пакет, ModPredCon – это стандартный блок, значит, у него будет две вариации, мы там чуть дальше поговорим, значит, который позволяет вам строить систему управления, основывающуюся на вот этих вот моделях. Значит, что, как вообще, в принципе, он функционирует, значит, у него есть текущая точка, где вот он находится, точка измерений, у него есть некоторая история, которую он до сих пор измерял и сохранял в своей памяти, и у него есть горизонт прогноза, то есть то, как он видит, как будет развиваться ситуация. Значит, на основе, либо на основе модели, ну, в простейшем случае у вас есть модель, с помощью которой, заложив там предыдущие значения, предысторию, да, вы можете получить прогноз траектории. Причем вы можете его получать для разных, так как все это происходит в некотором виртуальном мире внутри вашего контроллера, то есть на уровне расчета, вы можете проводить, по сути, эксперименты. И, по сути, вот такой модель предыдущих контролл, он проводит эксперимент, то есть он подбирает функцию управления, это просто некоторый набор значений с заданным интервалом времени, да, значит, подбирая разные значения для разных времен времени, он подбирает их таким образом, чтобы, например, вывести систему на нужную траекторию. То есть, грубо говоря, у него есть цель, уставка, куда нужно выйти, да, у него есть понимание того, куда он сейчас пойдет, если ничего не менять, если оставить все как есть, да, вот зеленая линия, а не зеленая, красненькая, это куда он пойдет тут, куда пойдет система, если ничего не менять, и зеленая это то, куда он пойдет, если вот выдавать вот такое вот управляющее воздействие. То есть, по сути, он в реальном времени решает задачу оптимизации. Исходя из набора критериев, он подбирает значения вот этих управляющих воздействий в каждый момент времени. То есть, вот это частота дискретизации вашего контроллера. Вот в каждый момент времени он будет выдавать какое-то фиксированное значение. Вот такое ступенчатое управление получается. И он подбирает функцию управления на некотором горизонте, чтобы в перспективе достичь заданной точки. Это вот set point. То есть, той точки, которую выдает оператор. В этом вот такая простая идея этого Model Predictive Control. Значит, что? Вот с точки зрения теперь, как он подбирает, да? То есть, это задача оптимизации. Вы задаете некоторый функционал оптимизационный. То есть, у вас V это прогноз. Y это... Так, Y это текущее значение. V это то значение, которое... То есть, это, по сути, set point. Это значение сигнала на выходе. Вот. И, по сути, вы берете некоторый квадрат ошибки. Так как у вас система многомерная, у вас здесь есть еще матрица R, которая приводит различные комбинации. То есть, это не только там X квадрат, Y квадрат, да? То есть, ошибка в квадрате по X, ошибка в квадрате по Y. Но это еще можно рассматривать различные комбинации. Например, ошибка по X помножена на ошибка по Y. То есть, это достаточно сложное... Сложное можно функциональное уравнение задавать. Вот. И, кроме того, можно также производить минимизацию по управляющему воздействию. То есть, добиваться некоторой минимизации расходуемого, например, топлива. Вот. И эту задачу можно решать одновременно для большого количества координат, чтобы все это сводить к мини. То есть, задавая различные матрицы R и матрицы Q, то есть, например, если вам не нужно оптимизировать расход, вы можете Q просто нулем задать всеми нулями. Тогда вот этого компонента у вас не будет. Вы можете оптимизировать, например, только одну переменную, а вторую оставить как есть. Вот. То есть, там, задавая разные коэффициенты, можно задать разную значимость. Например, если у вас два управляющих воздействия, вы можете задать, чтобы, например, оно, скажем, больше оптимизировало первое, чем второе. То есть достаточно такой хитрый функционал, с помощью которого вы можете, задавая параметры R и Q, вы можете достаточно как бы параметризовывать вашу систему, то есть объяснять вот этой автоматической системе, как производить расчет вот этих вот значений. Вот, достаточно популярное направление, то есть его активно используют, пропагандируют. В целом оно такой некоторый мейнстрим сейчас по Advanced Process Control. В отличие как бы от предыдущих компонент, которые мы рассматривали, где там есть, например, проблемы с устойчивостью, там какие-то дополнительные расчеты производить, здесь вот в принципе вам, задав только модель, ну понятно, что слово «только» тоже есть за ним определенная магия, но тем не менее, зная модель, и имея достаточный ресурс управления, то есть мы не рассматриваем ситуацию, когда у вас управление не в состоянии, например, стабилизировать объект. Вот, вы можете добиваться достаточно неплохих результатов, то есть выходить на нужную траекторию, там, даже несмотря на то, что у вас там нелинейный, например, процесс в системе происходит, вот, то есть достаточно популярное направление. Так, значит, у нас время сейчас заканчивается, давайте сейчас переподключимся и сделаем перерыв на 5 минут. Продолжение следует...